Друзья, всем привет! Поздравляю вас с наступающим светлым праздником Пасхи! Желаю вам здоровья, счастья, мира и хорошего настроения! Мы готовимся к Пасхе, и я хочу поделиться с вами просто шикарным рецептом творожной Пасхи. Она очень легкая, она очень вкусная, она подойдет худеющим, она понравится всей семье. Приступаем! Быстро растворимый пищевой желатин 10 грамм. Заливаю водой 50 грамм и оставляю набухнуть. Я взяла 150 грамм сливочного сыра. У меня вот такой купила в пятерочке. Можно взять также творожный сыр, но без добавок, любой, любого производителя. Либо можете взять творог, но тогда его нужно будет перебить блендером в однородную массу. Добавляю 100 грамм греческого йогурта и 50 грамм сахара. У меня тростниковый можно заменить сахарозаменителем, подсластителем. И перемешиваю до однородной массы. Добавляю ванилин и еще раз перемешиваю. Я взяла 20 грамм орехов пекан. Можно взять миндаль, грецкие орехи или даже арахис. Тогда немножечко его обжарьте на сковороде. И две половинки консервированных персиков. Можно взять свежие или заменить их ягодами или курагой. Что у вас есть под рукой? Черносливом. Смотрите, персики я положила, чтобы они у меня были сухие, чтобы с них стек сок. Итак, все нарезаю на кусочки. Теперь отложим это в сторону. Взбиваю 100 грамм сливок. Жирность сливок должна быть не менее чем 33%. Но во вкус или я взяла, брала сливки 30%, они тоже хорошо взбиваются. Это у меня сливки домик в деревне, 33%. Сливки взбиваются вот в такую пену, да, плотную. Мы выкладываем ее к нашей творожной массе. Посмотрите, какая должна получиться чудесная воздушная масса. Очень приятного цвета экрю. Это такой светло-светлый бежевый. Берем наш желатин, который уже набух, и отправляем его в микроволновку. Я буду нагревать его где-то 10-20 секунд. Короткими такими сериями по 10 секунд, чтобы он у меня не сбежал. Растопленному желатину дала немножечко остыть и ввожу его в массу. Перемешиваю. Добавляю орехи и персики. И перекладываю в массу для пасочки. И укладываю в форму для паски, которую я изнутри протерла немножечко оливковым маслом. Итак, сверху я накрыла пасочку пленкой. Паска у меня объемом 400 миллилитров. И снизу тоже подстелила пленку между пасочкой и тарелкой, чтобы легче было ее поднять. Все убираю в холодильник на 2 часа. Так, прошло 2 часа. Тица. 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 В готовом десерте 229 калорий и 21 грамм углеводов на 100 грамм. Паска получается необыкновенной, очень нежной, вкусной, воздушной, с насыщенным творожным вкусом. Приготовьте ее, удивите своих гостей и побалуйте себя. Желаю вам хорошего праздника, отличного настроения, здоровья и счастья. Идите к своей цели, верьте в себя и живите счастливо каждый день. Субтитры сделал DimaTorzok